Вот уже восьмой день продолжается бессрочная акция протеста одесситов против возвращения в наш город прокурора Николая Стоянова. Утро среды началось с автопробега. Около полусотни машин с флагами и плакатами проехались от площади 10 апреля до здания областной прокуратуры, где автомобилисты присоединились к протестующим. Ударить автопробегом по Стоянову. Около полусотни автомобилей проехались по центральным улицам города. Это конечная остановка здания прокуратуры, где вот уже восьмой день подряд проходит акция протеста одесситов против возвращения в наш город, реинкарнированного Шокиным прокурора. К слову, поддержать одесситов приезжают люди не только из других украинских городов, но даже и за границей. Мы приехали из Террасполя, чтобы поддержать прокурорский Майдан, потому что там такие же самые прокуроры, но там люди боятся выходить, а на Одессу смотрят как на вросток свободы. Мы уже добились определенных результатов. Эта массовость поднялась. Во-вторых, вчера появилась информация, официальное разъяснение Министерства юстиции о том, что он не может, не Стоянов, эту должность занимать. Речь идет о сообщении Министерства юстиции, в котором говорится, что Николай Стоянов попадает под закон о люстрации, потому никак не может занимать должность прокурора области. Ну а чтобы никто не сомневался, что к люстрации все готово, активисты подкатили ко входу символ люстрации – мусорный бак. Рядом установили прокурорскую виселицу с новенькой веревкой, а на стене прокуратуры огромный плакат с портретами героев Небесной Сотни, отдавших свою жизнь, чтобы в том числе прокуратура перестала быть символом беззакония, да и вообще перестала быть символом, а стала, наконец, законом. К слову, о законе. Рядом с протестующими – новая полиция. Как вмечают некоторые активисты, они просто следят за порядком и не вмешиваются в протестную акцию. В отличие от Харькова, например, где сейчас разворачивается похожая ситуация, где люди тоже протестуют и тоже у здания прокуратуры, но там этот процесс проходит менее цивилизованно. Все это выглядит абсолютно точно так же, как выглядело во времена Януковича. У нас акция более мирно проходит и нам скорее даже помогают в каких-то моментах полицейские, которые не препятствуют и находятся на таком отдаленном расстоянии, просто наблюдают за ситуацией. Тем не менее, многие активисты опасаются провокаций с противной стороны, просто потому, что они прекрасно помнят, что можно сделать при помощи тетушни, организованной людьми при власти. Пока же представители ОНО просто прощупывают почву, засылая переговорщиков. Приходили люди, мы так понимаем, с Думской, так или иначе, инициированные с Думской, которые говорили, что нам нужно снять блокаду, чтобы мы не мешали работе прокуроров, что не раскачивали лодку и не срывали туристический сезон в Одессе. Разумеется, ни о каком прекращении акции речи быть не может. Во всяком случае, пока будет оставаться угроза возвращения старого прокурора в новую власть.